Шансон ТВ представляет Персона Индивидуальность Личность Прямая речь Всем привет, меня зовут Алекс Гасп и сегодня я расскажу вам еще немного о себе. Я родился в Италии, недалеко от Милана. Милан очень красивый город, богатый историей и культурой. Богатый на возможности, но и очень хаотичный, поэтому я захотел уехать из Милана. И теперь, можно сказать, живу в маленькой деревеньке, зато среди природы, где спокойно и мельно. Даже улочка, на которой я живу, никуда не ведет. Просто заканчивается лесом. Мне это нравится. Для меня самое важное в жизни – это семья. Мой сын и моя жена. Семья на первом месте. Знаете, мой подход к музыке был очень интуитивным, очень естественным, не продуманным и спланированным, а именно продиктованным каким-то инстинктом необходимости. Думаю, мой талант состоит в том, что я вкладываю свое творчество и любознательность во все, что делаю, в особенности в то, что касается музыки. Я экспериментирую, я любопытен, мне нравится пробовать играть на новых музыкальных инструментах. Получается по-разному, на чем-то лучше, на чем-то хуже, но я постоянно чему-то учусь и стараюсь музыкально обогащаться. Думаю, мои сильные и слабые стороны – это как раз-таки творчество и любопытство. Это, наверное, сильнее техники, которые сама по себе меня не так интересуют. Мне важнее представить песню правильно, с творческим подходом. О своих слабостях я рассказывать не буду, шучу. Наверное, мой недостаток в том, что мне очень быстро становится скучно. Поэтому мне необходимо делать сразу много всего, поэтому я не могу придерживаться одного музыкального стиля. Может быть, это моя слабая сторона. Как и у каждого, у меня есть свои достоинства и недостатки. Главное чердеж, что у итальянцев, что русских, думаю, это своя особенная уникальность. Именно в этом мы чем-то похожи и чем-то отличаемся. По историческим и многим другим причинам наши культуры очень разные. Но нас ближает то, что мы происходим из стран с очень богатой культурой, историей и искусством. У нас есть великие произведения искусства, и мы должны их защищать. Защищать культуру, традиции, искусство. Думаю, с этой точки зрения наши страны очень похожи. У нас так много искусства, поэтов, художников, классических и современных композиторов, музыкантов. Мне приходит Наум Чайковский, мой любимый классический композитор. Балет, особенно в России. Так что искусство и культура, думаю, это то, что мы умеем делать лучше других. Это то, что мы умеем делать лучше. Прямая речь. Я вам объясню, как строится образовательная система в Италии. Дети начинают ходить в школу в возрасте в 6 лет. Сначала это начальная школа, 5 лет лится начальная школа, потом еще 3 года средняя школа, и потом еще 5 лет высшая школа, лицеи, колледжи, а затем университет с разными специализациями. Но я думаю, что основное воспитание ребенок получает в первую очередь от семьи. От родителей, от дедушек и бабушек. Так что, на мой взгляд, семья – это самое важное воспитание ребенка. И думаю, что так происходит везде – в Италии, в России или в США. Прямая речь. В музыке и культуре, мне кажется, самое главное – это любознательность, возможность искать что-то новое, развивать. А вот в отношениях, думаю, что самое важное – это искренность, а еще понимание. Потому что у каждого есть своя точка зрения, и это правильно. Но иногда важно уметь ставить себя на место другого человека, чтобы не было недопониманий, чтобы суметь пойти навстречу другому. Думаю, это самое важное для меня. Я слышал, что в России очень вкусная кухня, но и у нас очень вкусно кормят. Мне очень интересно будет попробовать вашу кухню. Мне рассказывали о пельменях, так они называются. Они чем-то похожи на равиоли с мясом и подаются с бульоном или маслом. У нас есть что-то похожее в Италии, так что мне очень интересно было бы попробовать их. А наше самое известное блюдо – это пицца и паста, но есть и много других вкусностей. Так что приезжайте в Италию, ознакомиться с местной кухней. Я вас встречу с распростертыми объятиями. Правда, сам я не буду готовить, но покажу вам место, где можно вкусно поесть. Прямая речь В 2011 году непосредственно перед фестивалем Сан-Рэма мы стали работать с Габриэлой Ферроной. Я сделал аранжировку, которую показал жюри. Ее послушали Джан-Марко Мацци и Джанни Моранди. Песня им очень понравилась, и мне предложили стать дирижером оркестра фестиваля Сан-Рэма. Дирижер оркестра Алекс Гаспаротто. После этого звукозаписывающая компания Габриэлла предложила мне сделать совместный альбом и создать аранжировки для других ее песен. Это был прекрасный и интересный опыт. Единственный минус у нас было мало времени, поэтому пришлось все делать очень быстро. Но я думаю, что я хорошо работаю в таких условиях. Так что, в общем, мне понравилось это сотрудничество, и у нас получился хороший продукт. В 2011 году Джанни Моранди представил меня как дирижера оркестра на фестивале Сан-Рэма, и это было потрясающе, фантастический опыт. Джанни Моранди – уникальный человек. Я помню, он подошел ко мне во время репетиции перед открытием фестиваля, обнял меня и сказал, «Дорогу молодым! Так держать! Вы – наше будущее!» И для меня это был невероятный заряд и очень ответственное задание. Прямая речь И Сан-Рэма и Славянский базар очень важны для культуры страны, в которой они проходят. Эти фестивали поддерживают традиции, дают возможность услышать свою собственную музыку. Ну и, конечно, дают возможность другим странам показать свою музыку. Это как раз то, что произойдет и со мной. Я приеду к вам показать свою музыку, и за это я вам буду всегда очень благодарен. На Славянском базаре в Витебске, помимо гала-концерта «Шансон ТВ» «Все звезды», я принимаю участие еще и в концерте «Вива Италия». Выступать на одной сцене с великими именами итальянской сцены, такими как Рикардо Фоль и Пупо, это будет огромной честью для меня. На самом деле с Пупо мы уже знакомы. Однажды во время комедийно-спортивного шоу о чемпионате мира по футболу в России я и другие певцы решили подшутить над Пупо. Мы спели песню, заменив в ней текст на цитаты из его песен. Он, кстати, принял участие в этой нашей игре. Получилось замечательно. Я об этом очень хорошо помню, но не знаю, вспомнит ли он меня. Но, во всяком случае, вот так мы познакомились. Я впервые буду в Белоруссии. Я, правда, в большом ожидании. Я очень надеюсь, что успею посмотреть город, хотя уверен, что времени на это будет мало. Так что скрестим пальцы. С другой стороны, если в этот раз не получится, будет повод вернуться. Вообще, я никогда не был ни в России, ни в Белоруссии. Мне не терпится попасть в Белоруссию. Я очень надеюсь потом приехать и в Россию. Именно поэтому я надеюсь, что музыка позволит мне посетить новые места, познакомиться с новыми традициями. Персона Индивидуальность Личность Прямая речь Прямая речь Мне очень нравятся итальянские барды. Такие, как Де Андре, лучше Далла, Де Грегори, Челентано, Джанни Моранди, о котором мы уже говорили. Из женских голосов мне очень нравится Мия Мартина, Невероятная Мина и Фьорелла Манноя. Особенно за ее манеру исполнения. Мой любимый итальянский фильм остается лишь плакать. По названию можно сказать, что это грустный фильм, но я могу вас заверить, что это совсем не так. Фильм заставляет задуматься, но вы будете еще и очень смеяться. Пока я еще не посмотрел ни одного русского фильма, но, думаю, скоро исправлюсь. Любимый мой писатель – Элджинио Монталес. В лицее я изучал великих итальянских поэтов и писателей – Монзони, Унгаретти, Пиранделло. Но увлекся Элджинио Монталес. Не знаю почему, но он мне особенно нравится. Еще мне нравится античная философия. Сократ, Платон, Аристотель – все их учения мне очень нравились. Возможно, благодаря преподавателю по философии, который привил мне любовь к этому периоду. Иногда я обращаюсь к ним в моих песнях. Может быть, не так явно, но я цитирую этих философов в своих текстах. Например, миф о пещере Платона. Мне сложно оценивать свой собственный голос. Наверное, это вы мне должны сказать. Очень надеюсь, что вам понравится. Думаю, что я использую музыку и в особенности голос как способ общения и выражения моих чувств. Так что я надеюсь, мои песни вас тронут. Сейчас я работаю над тем, чтобы хорошо выступить 15 и 16 июля в Витебске. Поэтому я репетирую, готовлю песни, которые исполню в Белоруссии. Пишу новые. Мне очень важно это выступление. Важно, чтобы вы услышали мою музыку. Я надеюсь, что она вам очень понравится. Тайфа растет. Дайфа растет. Дайфа растет. Огромный привет и поцелуй от Алекса Гаспа. Дайфа растет. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok